Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками. Сегодня я хочу вас познакомить с работами Петро Лонги. Петро Лонги, итальянский художник, график, представитель венецианской школы, родился 5 ноября 1702 года. Настоящее имя Петро Фалька. Первоначально учился у своего отца серебряных дел мастера Александра Фальк, данное оперу из Википедии. Художник взял псевдоним, начал заниматься живописью. Учился у Антония Балестра и Джузеппе Марии Кес. Начинал с работ религиозной тематики, но приобрел славу как мастер жанровых сцен частной жизни. Часто изображал театральные представления, концерты, маскарады, ну и так далее. Выступал так же как гравер. В 1720-30-е годы создавал алтарные композиции для церквей Венеции и других североитальянских городов. Судьба творческого наследия Петра Лонги сложилась непросто. Высокие художественные достоинства его произведения долгое время недооценивались. Сегодня же он занял видное место в истории венецианской живописи, как один из наиболее ярких ее мастеров. В 1737 году он был приписан к гильдии венецианских живописцев. В расцвете творческих сил на рубеже 1740-х годов навсегда отошел от занятий монументальной живописью. Увлекся написанием маленьких полотен с изображением сначала крестьянских типов, а потом сцен из жизни, городской буржуазии, уличных сценок. Этого до него в Венеции никто не делал. Картины пользовались большим успехом. Их охотно покупала венецианская знать для украшения своих палацов. В наследии художника портреты написаны в духе парадных работ стиля рококо, поражающие зрителя великолепием цвета, орнаментальностью, богатых нарядов и грациозностью поз. Они в то же время отмечены иронией и правдивостью изображений, как говорит Википедия. Творческое наследие художника составляет портреты, написанные в духе парадных работ эпохи Бару. Это молодая дама в треуголке Мария Франческо Пикарди, которая находится в частных собраниях Милана. В 1756 году был принят в Венецианскую академию живописи и скульптуры. Через 10 лет стал почетным членом Академии художеств. В 1766 году. Кстати, один из его сыновей, Александра, стал также художником. А сыновей у него было и 11. Все миры из которых умерли в раннем возрасте. Гравюры и картины Лонге были чрезвычайно популярны. Его манере многие подражали. С его живописных работ делали гравюры, которые широко расходились среди горожан. Посмотрите, пожалуйста, работы этого художника. Все, что я нашел в Википедии и где-то в интернете, я до вас довел. Все смотрим работы. Всем пока, всем привет. Сегодня мы познакомились с Петро Лонге, итальянским художником и графиком, представителем венецианской школы. Пока-пока, смотрим работы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин